Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем один из самых простых снудов. Это английская резиночка, связанный снуд в два оборота. У меня связан снуд на девочку 3-4 годика в наборчик данной шапочки. Мы уже вязали на моем канале данную шапочку. Также вы сможете любую другую связать и в наборчик к ней сделать снуд. Так как у меня шапочка связана на 3-4 годика, то и снуд также я сделала на 3-4 годика. Соответственно я взяла за ширину снуда 16 см и связала длиной в две окружности головы. То есть это где-то порядка метра. Такой снуд можно связать и на взрослого человека. В зависимости от этого вы набираете ширину снуда, количество петелек в 21 см. Вяжете длину снуда в две окружности головы взрослого человека. И соответственно я вам покажу, как вязать данный узорчик английской резиночки, делать набор петелек. И затем как закрывать петельки и сшивать. У нас получается вот такой аккуратный негрубый шовчик, который мы будем делать с помощью крючка. И затем вы в два оборота одеваете на шею и носите. Конечно же кому интересно понравилось, не забудьте лайкнуть. И приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать ту же полушерстяную пряжу, которую я вязала шапочку. Это фирма Alizela Nagon 240 метров 100 граммов. Более подробно об этой пряжи вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Спицы я буду использовать прямые номер 3,5. Также нам понадобится крючок для сшивания, ножнички и сантиметр. Раппорт узора английской резинки составляет две петли. Поэтому нам нужно набрать количество петель кратное двум. Я буду набирать 26 петель для ширины. Плюс две петли кромочные с одной и с другой стороны по петельке. И плюс я наберу одну петлю для сметки узора. То есть я буду набирать в общей сумме 29 петель. Начальные две петли я набираю на одну спицу, для того чтобы не были растянутые крайние петельки. Затем приставляю вторую и набираю еще 27 петель. Вытаскиваем одну свободную спицу, на которой нет начальных двух петель. И начинаем вязать первый ряд. Кромочную петлю в начале ряда я всегда буду снимать непровязанным. Далее мы начинаем вязание с лицевой петли. И кто знает, как вяжется резиночка 1х1, там чередование лицевая и изнаночная петля, лицевая и изнаночная. То здесь очень похоже на резиночку 1х1, но изнаночную петельку чередования мы будем снимать вместе с накидом непровязанной. То есть мы провязали лицевую. Далее делаем накид. И снимаем следующую петельку непровязанной вместе с этим накидом. У нас увеличивается количество петелек, но не пугайтесь. То есть сейчас вот мы провязали первый раппорт узора. Это лицевая и снятая вместе с накидом непровязанная изнаночная петля. Повторяем. Лицевая, ниточка перед работой и снимаем вместе с накидом следующую изнаночную петлю. Лицевая с накидом непровязанная петля. Лицевая с накидом непровязанная петля. И вот так вот чередуем лицевая с накидом непровязанная петля до конца ряда. лицевая не провязанная с накидом петля лицевая не провязанная с накидом петля вот таким вот образом довязываем лицевая не провязанная с накидом петля лицевая не провязанная с накидом петля петля симметрии также лицевая и кромочная последняя петля ряда я буду провязывать изнаночной разворачиваем на следующий ряд кромочную первую петлю ряда снимаем не провязанной далее у нас следующая петля идет изнаночная мы отправляем нить перед работой и изнаночную запомните мы никогда не будем провязывать мы ее снимаем вместе с накидом не провязанным далее у нас с той стороны была изнаночная с накидом не провязанная с этой стороны это у нас лицевая петля с накидом мы эту лицевую петлю вместе с накидом провязываем одной петлей лицевой вместе за обе петельки снова изнаночная мы снимаем с накидом не провязанной А лицевую провязываем вместе с накидом одной петлей лицевой. Изнаночную снимаем непровязанной с накидом. Лицевая вместе с петелькой накидом провязываем лицевой. Изнаночную снимаем с накидом. Лицевая провязываем вместе с накидом. Изнаночную снимаем вместе с накидом. Лицевую провязываем лицевой. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Запомните, что изнаночная никогда не вяжется, она снимается вместе с накидом, перед, вот так вот переносится на правую спицу. Лицевая провязывается вместе с накидом. То есть в этом ряду у нас те петельки, которые изнаночные сняты, с накидом не провязаны. На следующей стороне это будет лицевая с накидом, которая будет провязываться. Снова изнаночная не провязывается, снимается с накидом. лицевая провязывается за 2 петельки и вот так вот довязываем до конца ряда и здесь петля симметрии это изнаночная, не провязанная, снятая с накидом кромочная петля в конце ряда у нас изнаночная поворачиваем на третий ряд третий ряд кромочную снимаем далее у нас идет лицевая петля с накидом мы ее вяжем вместе с накидом одной лицевой петлей далее у нас идет изнаночная мы ниточку сразу же отправляем перед работой и вместе с накидом не провязанную петельку переносим на правую спицу. Лицевая провязываем лицевую вместе с накидом, изнаночную снимаем с накидом не провязанную. Лицевая, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночную снимаем. Благодаря вот этим переснятым непровязанным петелькам с накидом у нас и получается добавляется объем. Лицевая, изнаночная, непровязанная с накидом. Вот таким вот образом чередуем до конца ряда. Лицевая, изнаночная, переснятая с накидом. Лицевая, изнаночная, переснятая с накидом. Петля симметрии у нас лицевая. Мы провязываем вместе с накидом лицевую и кромочная последняя петля ряда у нас изнаночная. И поворачиваем на четвертый ряд. Четвертый ряд мы будем вязать как второй. Кромочную снимаем. Далее у нас первая изнаночная петля. Мы снимаем ее не провязанной вместе с накидом. А лицевую следующую вместе с накидом провязываем лицевой. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем лицевой. То есть фактически у нас первый ряд тянется от начала до конца, но самое главное запомните, что изнаночные мы снимаем не провязанными вместе с накидом, а лицевые наоборот провязываем вместе с накидом одной петлей лицевой. Провязав несколько рядочков, пока у нас провязана четвертый, сейчас заканчиваем ряд. Провязав несколько рядочков, вы увидите, как у вас расширяется изначальное количество петелек в объеме больше, чем в полтора раза. То есть мы набрали изначальное количество петелек, у нас было на спице вот так где-то, а здесь добавилась практически такая же часть, как и изначальная наборочная косичка. Не пугайтесь, все так и должно быть. Итак, в пятом ряду кромочную снимаем, далее у нас идет лицевая с накидом. Мы так вяжем лицевую за две вот эти вот петельки. Изнаночную снимаем не провязанной вместе с накидом. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Всегда, когда себе, если говорите, что лицевую провязываем, изнаночную снимаем, добавляйте слово с накидом. то есть изнаночную снимаем с накидом не провязаны а лицевой провязываем лицевой с накидом изнаночной не провязываем снимаем а лицевую провязываем вместе с накидом одной петли лицевой и вот у нас уже четко видны над лицевыми лицевые косички такие красивые а над изнаночными петельками как бы такие вот провалы вот это все так и должно быть вот дошли до петли симметрии она у нас лицевая и кромочная петля последняя изнаночная если вы будете последнюю петельку вязать изнаночной либо лицевой то есть одну петельку и ту же в каждом в конце каждого ряда а в начале снимать не провязанной то у вас получится по краям такие красивые кромочные косички которые сделают ваше вязание скажем так ровным красивым и аккуратненьким вот снова первую петельку снимаем и изнаночную снимаем не провязанной вместе с накидом лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем вот таким вот образом я буду вязать до нужной мне длины снуда просто вот такой условный шарфик на 29 петельках вот так вот лицевая и изнаночная но при этом изнаночную мы не провязываем изнаночную вяжем только лишь в конце кромочную петлю последнюю петлю ряда все остальное вяжется только лишь лицевые петельки а изнаночные снимается вместе с накидом не провязываем вот дошли до кромочной и только лишь она у нас изнаночная все вот так вот мы провязали несколько рядочков в данном случае это у меня провязано где-то 6 рядочков вот и дальше точно так же продолжаем вязать вот эта ширина которая у вас сейчас получается это и есть ширина снуда какую делать длину вы решаете сами почему решаете сами потому что в принципе скажем такой какой-то условной скажем единицы по поводу измерения и расчета снуда нет вот я обычно делаю если в два оборота на ребенка то это две окружности головы то есть длиной в две окружности головы примеру ребенка 50 сантиметров соответственно я должна связать метр длину снуда а затем уже ее будем сшивать связав длину полотна так как полотно у меня хорошо пружинит как вы видите то я закончила вязание на 97 сантиметров если вам кажется что это мало вы продолжаете вязать до нужной длины теперь я нахожусь сейчас в начале четного ряда то есть изнаночной стороны в начале ряда и начинаю закрывать петельки кромочную петлю снимаем далее у нас идет изнаночная мы всегда эту изнаночную снимали с накидом сейчас же мы ее провязываем изнаночной и затем перекидываем кромочную первую снятую петлю на эту изнаночную полностью кромочную спускаем между спицами мы закрыли первую петельку далее у нас идет лицевая с накидом и провязываем вместе одной лицевой и на нее переодеваем предыдущую петельку и полностью спускаем связание на нашу предыдущую петлю далее снова над изнаночной вяжем изнаночную перекидываем на нее предыдущую петлю над лицевой с накидом вяжем лицевую и перекидываем на предыдущую петлю снова изнаночная над изнаночной перекидываем предыдущую провязанную петельку далее лицевая с накидом над лицевой вот так вот с накидом мы должны были бы вязать но вяжем просто лицевую и делаем перекидывание петельки то есть провязываем по рисунку лицевая над лицевой изнаночная над изнаночной и делаем закрытие петелек с помощью перекидывания предыдущей провязанной петли на каждую последующую у нас получается вот такая замечательная косичка по которой нам очень удобно будет сшивать полотно как вы видите она пружинит но в меру то есть эта косичка должна у нас получится по размерам точно так же как и наборочная косичка то есть наборочная косичка у нас немножечко получится стянутая но по количеству петелек она будет идентичная закрытию этой косички количеством петелек вот так вот продолжаем до самого-самого конца этого ряда лицевая над лицевой с накидом изнаночная над изнаночной и когда у нас остается всего лишь одна кромочная петля мы ее провязываем можно лицевой можно изнаночной и точно также на нее перекидываем предыдущую связанную петельку все спицы откладываем в сторону нам они уже не нужны и у нас остается вот такая аккуратная петелька в конце ряда я ее привытащила для того чтобы она нам не распустила вязание и у нас получается с одной стороны косичка закрытия петелек и с другой косичка стороны наборочного края вот этими косичками вот у нас с одной стороны зубчики с лицевой стороны с изнаночной у нас косичка вот мы этими косичками поворачиваем друг дружке то есть зубчиками наверх у нас с одной стороны и с другой стороны точно также зубчиками наверх я для удобства возьму вот так вот поверну к себе чтобы мне было я правша мне удобно было скажем так делать сшивание сейчас мы берем в руки крючок рабочий и протаскиваем сквозь крайнюю петельку вот где у нас краешек наборочной ниточки вот здесь вот находим самую первую крайнюю петельку и сквозь нее пропускаем вот эту петлю которая у нас осталась после закрытия петелек со второй стороны то есть нам вот так ее нужно просто продеть возвращаем ее обратно на крючок и хорошо затягиваем то и сделаем первую рабочую петлю далее вот они у нас косички красивые и мы находим первую цепочку вот здесь вот смотрите за обе стеночки косички вот так вот и с другой стороны точно также за обе стеночки находим первую петлю и продеваем сквозь вот эти обе стеночки рабочую нить у нас получается две петли на крючке и мы вторую продеваем сквозь первую и вытаскиваем то есть фактически все то же самое что мы только что делали спицами при закрытии петель и продеваем сквозь одну петельку за обе стеночки и сквозь вторую петельку за обе стеночки рабочую нить на крючке две петли и сквозь первую петлю пропускаем вторую то есть мы делаем получается сшивание с помощью вот так вот как бы соединительных столбиков если те кто вяжет крючком знают пропускаем сквозь две полупетельки с одной стороны и две полупетельки с другой стороны рабочую ниточку и затем сквозь первую петлю пропускаем вторую и у нас всегда на крючке будет всего лишь одна петля и вот такими соединительными столбиками я буду сшивать полностью до конца пока у меня не закончится петельки с одной и с другой стороны а они должны закончиться у нас одновременно так как петли закрытия и наборочного края должны у вас совпадать вот так вот дальше пропускаем пропускаем рабочую ниточку слишком не затягивайте эту петлю которую пропускаете сквозь скажем так предыдущую петлю для того чтобы у нас был красивый эластичный краешек и вот что у нас должно получиться это у нас получается с изнаночной стороны и вот так выглядит у нас лицевая сторона то есть мы сейчас получается должны будем до сшивать до конца две стороны для того чтобы получилось у нас как бы непрерывное вязание не смотря на вот этот шевчик и постарайтесь максимально при сшивании совпасть рядочком скажем так косички начала вязания и рядочком косички в конце вязания даже если вы не совпадете абсолютно ничего страшного эта часть все равно будет у нас на скажем так задней стороны под капюшоном вот поэтому в принципе здесь ничего если же вы хотите совпасть вот так вот максимально скажем по петелькам то конечно же заранее вот так вот сложите себе и посмотрите где над какой петелькой находится с одной и с другой стороны косичка и затем уже начинайте сшивание вот я же мне подходит скажем то как я сейчас начала и вот дальше точно так же поочередно я продолжаю поддевать петельки то с одной и с другой стороны и все иду дальше и вот я дошла до конца здесь вот нахожу максимально крайнюю петельку с одной стороны и вот она максимально крайняя петелька с другой стороны прошиваю как я уже говорила петельки уже должны совпасть у вас здесь как раз таки на углу хорошо видно что это крайние петли и для того чтобы как бы замкнуть наше вязание сделать его максимально непрерывным сверху то я еще в боковые скажем так стеночки вот они у нас первая боковая стеночка и вот она первая петля с другой стороны боковой стеночки я еще прошью и то есть как бы получается уже захватываю кромочные петли вот сейчас я хорошо затягиваю петельку вот так вот на крючке и делаю две воздушные петли первая воздушная петля и вторая и при вытащем ниточку вот эту нить я уже отрежем вот сейчас нам остается лишь только зафиксировать с стороны вот эту нить вот можете ее продеть по меж кромочных точно так же как мы сделали с одной стороны как сделаем и с другой стороны то есть вот так вот продеваете сквозь кромочные петли и как бы замыкаете вот чтобы у вас здесь не было скажем так разрыва с одной стороны не с другой стороны и вот какой у нас шовчик получился я считаю что это максимальный шов аккуратный по сшиванию вот с внутренней стороны он выглядит вот таким вот образом но не тугой здесь все достаточно мягенько и не слишком стянуто то есть он шовчик этот совпадает по ширине с шириной снуда вот и нам остается лишь только отрезать ниточку и спрятать краешки помешивать этой косички закрытия петелек хотите можете перед тем как отрезать ниточку примерить снут то есть вы одеваете его вот это у вас на шее сзади вот и затем заворачиваете и одеваете если вам ничего не давит не широко не узко то отрезаете ниточку если же вам узко соответственно еще довязываете длину а затем сшиваете повторно вот если же вам наоборот слишком скажем широко то просто немножечко рядочков при распустите опять же таки закрываете петельки и делаете шовчик я сейчас прячу ниточки и покажу что у меня получилось в итоге я уже спрятала хвостик 1 2 решила вам показать так как мы уже зафиксировали двумя воздушными петельками то мы сейчас просто продеваем по ходу скажем так того как ложатся петельки косички вот так вот мы просто продеваем сквозь полупетлю поочередно каждой петельки вот этот наш хвостик и вот так вот пока буквально не дойдет и где-то 23 сантиметра по желанию можете полностью весь хвостик спрятать я обычно делаю это за петелек 6 7 плюс минус и затем отрезаю вот так вот хвостик мне он не нужен все вот так я спрятала хвостики своих рабочих ниточек у нас лицевой стороны получилось вот так с изнаночной стороны получилось вот так и в итоге у нас готовый снуд мы его лишь только по желанию можем отпарить либо же просто намочить постирать и конечно же носить с удовольствием для тех кому понравилось конечно же не забудьте поставить лайк спасибо что остаетесь на моем канале делитесь моими видео с друзьями пока пока